В этом году появился замечательный повод достать из пыльных папок архивов БГУ пожелтевшие документы и фотографии. Исторический факультет празднует свое 75-летие. С тех пор, как и на Истфаке читал лекции первый ректор БГУ Владимир Иванович Печета, очень многое изменилось. Но все так же сюда каждый год приходят влюбленные в историю. И каждый год после первого курса они едут на свои первые археологические раскопки. Созданный из находок студентов музей, очень гордится единственной в Восточной Европе подвеской с изображением первых святых Бориса и Глеба, а также своей красавицей. Так тут называют скелет женщины, датируемый 11 веком. У студентов же старших курсов в музее просыпается ностальгия. Лично моя первая находка, это был большой-большой нуклеус. Ну, вот этот кусок кремния, с которого сбивали и делали орудия труда. Это такое скребу-скребу лопаткой, скребу-скребу-скребу, там прям бам, что-то ударилось. Аккуратненько очистил, смотрю, вау, я нашел, ааа. Ну, на меня там люди, которые уже занимаются, там, 10 лет, руководители, в частности, волонтеры, они на меня посмотрели, как, ну, такого, немножко нездорового молодого человека, но в итоге, ну, вот на всю жизнь у меня осталось. Некоторые студенты выбирают этнографическую практику. Колесят по деревням и селам, стараясь отыскать старинные вещи белорусов и дать им попасть на блошиные рынки. Кстати, у музея за эти годы появился настоящий символ-оберег, которого многие принимают за живого дедушку. Он сделан руками одного из преподавателей. Творческое увлечение еще одного педагога можно увидеть в виде экспозиции пивных этикеток. Конечно же, они связаны с историей. В фондах этого уникального музея около 7 тысяч экспонатов. Закономерно, что такие необычные и талантливые преподаватели воспитывают таких же студентов. Наши ребята, ну, как бы, больше нацелены на, как бы, такой познавательный процесс даже не аудитории. Вот, допустим, если, как бы, ну, на мой взгляд, если стоит выбор дискотека или, допустим, игра «Что и когда», то многие, конечно, большинство побежит на дискотеку, но многие, так сказать, предпочтут участвовать в комплексе. Работы на историческом факультете в иголке пит круглый год. Преподаватели выдают книгу за книгой, а студенты поглощены творчеством. К юбилею родного факультета они сочинили и исполнили первый в истории Истфака гимн. Оценил творчество своих студентов и Сергей Николаевич Ходин. Сегодня он декан факультета, а вчера студент-историк. Получается, что через всю свою жизнь он несет любовь к Альма-Матер. Исторический факультет – это не только декан, это, прежде всего, коллектив. Один декан без коллектива абсолютно ничего не сделает. Более того, по сути дела, каждодневной работой каждого преподавателя, каждого сотрудника факультета создается то, чем мы потом гордимся. Нынешний факультет, он динамично движется вперед, соблюдая те традиции, которые заложены нашими предшественниками, вспоминая и возрождая многое из того, что утрачено. Что же такое история, многие человеческие умы определяли по-разному. Понятно, что это нечто большее, чем просто наука. Наверное, именно поэтому так тянет студентов и преподавателей в родной исторический факультет. На юбилей заглянули Кристина Рыбик и Михаил Потягов. Студия «Хорошего настроения». Продолжение следует...